абсолютно тоже было сделано и у нас все происходит только после того как состоится открытие даже вот допустим ядерные технологии ядерные аэс которые сейчас строится по всему миру только одной страной фактически россии даже эти технологии должны были получить свое свое первоначальное открытие после которого они стали множиться как везде так и у нас в стране и энергии которые получаются из этих а из она достаточно дешевая одна из самых дешевых в мире то есть понимаете как бы мы боремся за эти две копейки киловатта условные которые нам же тут же продают по 5 рублей за киловатт мы боремся за них вот своим интеллектом и никто из нас сегодня поскольку все это происходило на наших глазах не считает что до древние строили свои аэс хотя есть альтернативщики которые пытаются найти в древних слоях какие-то отдельные шестеренки механизмов и на этих основаниях построить свои альтернативные гипотезы о существовании древних высокопоставленных миров может быть в результате это к этому и придет я с этим как говорится не борюсь я этому не противодействую я считаю что каждый исследователь вправе строить свои постройки такого исторического и любого плана научного не научного любого познавательного плана потому что никто не гарантирован от успеха и этот успех может прийти к тому человеку от которого в общем то никто и не ждал знаю только одно что все наши официальные историки которые за последние сто лет переврали сами себя и всех остальных вот они не имеют никакого права законного права заниматься историей потому что они предали науку в пользу библии а этого делать нельзя я вам приводил уже пример когда раньше где-то примерно 20 лет тому назад я очень много посещал научных конференций мировых международных конференций по антропологии и там на этих мировых конференциях всегда звучал момент что человек образовался где-то в каком-то месте в который подтверждается археологическими остатками и даже американцы говорили о том что это место находится в воронеже потому что есть самые древние остатки человека датированные 55 тысячелетиям до новой эры и это единственный мировой результат а после 92 года пришедшие историки и естественно антропологи которые все из кишлатских этих стран они ввели уже свою библейскую хронологию и вывели естественно происхождение человека подложными фактами подложными артефактами это уже сегодня известно что эти артефакты подложные но историков уже не переубедить они задний ход включать своей псевдо машине не умеют так вот они вывели человека происхождение человека естественно из африки как вы все сегодня знаете но самое главное из эфиопии и почему из эфиопии да потому что к эфиопии привязано происхождение библии вот почему и историки сегодня кишлатского происхождения они все работают на историю изложенную в библии а библия это фантастическая книга в худшем смысле использование слова фантастика теперь переходим непосредственно к политике но раз уж есть какое-то течение археологов антропологов историков которая завернулась в масштабе всего мира в пользу эфиопии значит есть те силы которые могут это дело завернуть представьте себя в этом водовороте что вы какой-нибудь историк или антрополог средней руки и вы по-честному выполняете свою исследовательскую работу и вдруг вы видите ваши коллеги ваши коллеги начинают креститься начинают обрезаться начинают действовать каким-то иным способом и вы уже слышите что ранее уже установленные факты например того же происхождения человека которые привязаны к центральной россии южным ее территориям территориям воронежской области вдруг они начинают как-то смещаться в какую-то эфиопию на континент которого еще сотню или пару сотен лет не существовало в принципе его не было и это видно по тем самым почвам по тем самым каменистым песчаным глиняным основам которыми набит этот континент там все новенькое его только купили и только бросили в ту часть океана вот он и появился углублять туда какие-то корни особенно человеческой расы бессмысленно потому что это явная подстава но сила то какая то есть и вот тут мы вот в этом моменте мы впервые натыкаемся на то самое ну скажем так глубинное государство о котором даже сказал президент россии путин который не страдает такими знаете подводными течениями он не использует каких-то знаете таких моментов о котором можно было бы сказать что это вымыслы или какие-то предположения или какие-то теории заговора если он своем интервью публично сказал что существует глобальное государство глубинное государство то значит оно существует и он уже может быть значительной степени на автомате высказал свое тоже как бы задействование в ситуации развития контактов с этим глубинным государством и если вот эти две части про эфиопию и про глубинные государства сложить соединить то получается интересная и стройная система существует сила которую можно назвать глубинным государством которые заворачивают не только целые категории наук не одну науку и не одну теорию а все науки археологии антропологии история в нужное этой силе русла и вот мы таким образом впервые находим что да есть да есть такие силы и вот так вот они проявляются конечно этим силам не нужны никакие президенты типа какого-нибудь там байдена или еще кого-то байден может их тоже знать эти силы но его работа совершенно другая и чтобы вы понимали я вам приведу небольшой пример с нашей российской думы поскольку она все-таки но более нам понятно поскольку мы рядом живем и видим как происходит выборы в государственную думу на наших с вами глазах я это видел на собственной шкуре поэтому со своего шкурного момента я все это вам расскажу в 90-е годы я принимал в выборах участие выборы эти были в государственную думу какого-то там по моему второго или третьего созыва чем были эти интересные мне и вообще выборы того момента того 90-е годы я еще расскажу тем что в них принимали участие как старые люди которые чем-то отметились в предыдущие годы особенно до 92 то есть как бы из старой когорты и участие принимали также или пытались принять люди которые были сформированы уже после 92 года и назывались уже назывались уже такими как бы новыми людьми вот к таким я тоже принадлежал в то время ну и естественно своем участке а этот участок выборный точнее округ он был щекинским округом там было много деревень и какие-то еще постройки была рязанская грес как большое предприятие с руководителем соответствующего масштаба и было вот сколько-то участников я не помню сколько ну 10 или 20 человек на одно место и тогда я участвовал в этих выборах я проехал все деревни общался со всеми людьми и в результате я набрал если я правильно помню где-то 40 с половиной процентов выбранных голосов я уже думал честно говоря что победю победю но проиграл всего пять десятых процента знаете кому почему мне было это так вот неприятно такое поражение оно было мне неприятно потому что я проиграл директору местного колхоза и если бы этот колхоз а это был колхоз миллионер в прошлом если бы этот колхоз был и в настоящем на тот момент колхозом миллионером я бы сказал что ну да действительно директор колхоза достойный человек Вот он и победил меня на своей территории, среди своих колхозников, что все, в принципе, было бы и правильно. Но оказалось очень интересно. Оказалось, что буквально за несколько недель до участия в этой предвыборной гонке этого директора колхоза вместе с его женой выпустили из психушки, в которой он содержался много лет, за то, что пропил вместе с ней этот колхоз-миллионер. Это был коммунистический директор, и он вот только на том, что он был свой, как мне говорили все остальные, кто за него проголосовал, я говорю, ну как вот вы, вас пропил человек, вы его второй раз тащите, вытащили во власть. Они, ну он же свой. И вот понимаете, вот это понимание, что это свой, что он плохой, но он достоин быть депутатом, там я не знаю, куда он потом пропал, я за ним не следил, оно играет вот эту злую шотку в формировании и в том числе Государственной Думы, и в том числе различных дум, законодательных собраний по всей территории, не только нашей страны, но также происходят выборы и везде. Формируются таким образом законодательные собрания, о которых я вам сказал, которые рождают, вы думаете, все эти законы, и которые занимаются законотворчеством государственным строительством. В Госдуме есть даже комитет по государственному строительству, который непосредственно этим всем и занимается, который в том числе работает и на Всемирную Организацию Здравоохранения, который внес вот этот закон, что, мол, типа фейки насчет того самого вируса, того самого ковида, что была якобы пандемия, которая никем не была объявлена, и сумасшедшие правоохранители, которые не врубаются вообще в эту тему, они стали свирепствовать на просторах России и вычищать в угоду западным спецслужбам людей, ну, типа меня, писателей и патриотов. Вот чем занимались спецслужбы после такой подачи Государственной Думы на рубежах нашей страны, и как они ослабили нашу страну хотя бы немножко, но в пользу иных государств, как они ослабили своими репрессиями наше российское государство, которое потом было ввергнуто теми же самыми западными партнерами вот в сегодняшнюю операцию на той самой Украине. Вот как все это делается, и это все опять те самые алкогольные темы. Если к этим алкогольным темам добавить еще и фамильные темы, то вы сразу поймете, почему из этих фамилий, этими самыми фамилиями формируются потоки различных депутатов и тому подобных каких-то высокопоставленных товарищей, которые нам совершенно не товарищей, которые формируются не только в нашей стране, а по всему миру, и которые объяты единственной цепью. Цепь называется опять же библейский проект, и этот библейский проект поэтому и имеет свою силу на весь мир, что он не только заворачивает всех в Эфиопию, мол, что бы вы там ни исследовали, что бы вам ни говорила наука, нам по барабану, все вы выползли из Эфиопии, радуйтесь этому, а кто не с нами, тот против нас. Кстати, с нами был еще третий участник этой предвыборной гонки, начальник правкома той самой Рязанской ГРЭС, если я правильно сейчас помню, время прошло много. Так вот, он набрал большая величина, результативный мужик, который ведет эту Рязанскую ГРЭС, за которым стоит коллектив многотысячный, и который питает своей энергией большие регионы, представляете, там всю округу, большую округу. Так вот, он набрал, по сравнению с нами, конечно, один или полтора процента всего, за него вообще никто не стал голосовать, ни один человек из, так скажем, простых людей не подумал даже, что во главе своего народа, в Думе, нужно иметь представительство из людей, которые уже работают на производстве, достигли результата в корме тысячи людей и так далее. Никому это в голову не пришло, и он набрал всего вот этот один, такой, знаете, не скромный, а унижающий достоинству его процент. Вот такие были выборы, сегодня эти выборы решаются во все эти Думы гораздо проще, просто платятся деньги и проходятся на определенный какой-то рубеж, на определенное место. Между самими плательщиками там, конечно, идет какое-то распределение. Ну, в общем-то, все это решается целенаправленно, центростремительно, путем каких-то денег. Решают это партии, они выбирают всех этих депутатов, а нам вешают на уши ту самую ботву, что, мол, все это, вы же все сами голосовали вот за такого-то, за такого-то, за такого-то. Раньше вы видели, как первые лица, которые были тягачами этих партий политических, как они снимались после уже состоявшихся выборов в пользу каких-то других, и те подтягивались, которых мы не знали, за которых мы не голосовали. И я вам еще раз хочу этим продемонстрировать то, что такая система существует везде. Во всех странах абсолютно. И те, кто нам парит уши и ездит по ушам, они почти никогда не идут дальше. Вы их оставляют вместо себя шестерок условных, которые потом нас запаривают так, потому что они нам не обязаны, мы за них не голосовали, они нам не подотчетны. Их поставили туда, их патроны, вот им они и отчетны. И вот перед ними, перед этими патронами, которые слились после голосования с первых мест, вот им они и благодарны за свою деятельность, которая, конечно, происходит в интересах этих патронов. Вот таким образом формируются все эти глобальные государства, потому что люди туда попадают во власть всех, непосредственно всех государств, только из одного народа, который сам объят библейским проектом. Это неплохо, это нехорошо, это такая вот сегодняшняя объективная реальность. То есть люди, которые в конце 19 века придумали библейскую доктрину, которые напряглись один раз и поставили на корячки весь мир, теперь вот с этими корячками этого всего мира они и работают. И весь мир не имеет никакой возможности подняться с этих корячек, что бы кто бы ни говорил. Да, вы сейчас можете сказать, ну а вот как же у нашей религии, которые у нас существуют. Ребята, это все из одной, как говорится, вотчины, из одной капусты. Все они из одного места, поэтому весь этот храмовый комплекс, который единый, он находится в одном месте, в одном городе, который вы знаете, который обозначен как очередная или первостепенная цель для нанесения удара в случае, если весь мир придет в такое, знаете, неправомерное негодование по отношению к России. Это я уже много раз говорил, повторять я об этом не хочу, но на ваших глазах, это я перехожу ко второй части, на ваших глазах состоялось подтверждение моей правоты, понимаете? Мы все с вами были воспитаны в том, что какая-то Швейцария, которая, в общем-то, не является никакой ни страной, а просто конгломератом, в котором размещены свои банковские ячейки, но которая имеет наибольшую армию в мире, наибольшую, самую большую армию в мире. Вот эта Швейцария, она всегда трындела, что она нейтральная, мол, не трогайте меня. Выяснилось в сегодняшнем конфликте, что главным зачинателем после Иерусалима этой военной операции вообще всей в мировом масштабе со стороны Запада является та самая Швейцария. И помните мои эфиры, в которых я называл Швейцарию одной из пяти целей, по которым следовало бы в случае чего нанести какое-то правильное решение. Субтитры создавал DimaTorzok